Я журналист, и поэтому я не могу быть за закрытие, за цензуру, за сворачивание свободы и слова и так далее и тому подобное. Я категорически противник тех вещей, которые были сделаны по отношению к телеканалу «Дождь». С другой стороны, «Дождь» прокололся, конечно, в ситуации с этим опросом, связанной с блокадой. Вопрос был сформулирован непрофессионально. Я именно как журналист, я считаю, что тем более зная, что над вами висит домоклов меч, можно было это сформулировать умнее. То есть, когда ты берешь у человека интервью, твоя задача не самому показать, какой ты крутой, а добиться самого интересного и содержательного ответа от твоего собеседника. Соответственно, ты можешь сформулировать вопрос так или иначе, так его повернуть, и каждый малейший нюансик зависит от уровня твоего профессионализма. Здесь, в данном случае, вопрос был сформулирован плохо. Но это совершенно не означает то, что у этого должны были быть такие последствия. Честно говоря, у нас очень мало каналов, на которых можно видеть альтернативную точку зрения по отношению к государствам. И это крайне прискорбно. Я всегда никогда не забуду, с каким вожделением я ждал начала каждой программы «Взгляд» в конце 80-х. Это был такой глоток свежего воздуха, какого не было с тех пор никогда. И для меня свобода слова – это вообще абсолютнейшая ценность. И то, что происходит на телевидении сейчас, для меня это очень тревожно, очень прискорбно. И я вам скажу вообще в целом ситуацию. Наблюдается какая-то тенденция, что все меньше существует потребность в качественной журналистике. Нагнать посещаемость, сделать так, чтобы зомбировать домохозяек, еще какие-то вещи сделать. Для всего этого не нужна сильная, классная, качественная журналистика. И, к сожалению, очень мало кто из работодателей сейчас ставит цели. Профессиональные цели, просветительские цели. Цели, связанные с таким понятием, как правда, как истина и так далее. Преследуются какие-то свои задачи. Узко специализированные, скажем так. И вполне возможно, что через 10-15 лет, если так дальше дело пойдет, то вместо журналистов на телевидении, в газетах, на интернет-сайтах будут работать роботы, которым будут задавать определенные программы, которые они должны будут выполнять. Вот к этому, по-моему, мы идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова